итак ищем свою височную мышцы берем по лапки свои кладем на вес как вы думаете где у вас височная мышцы и живем движется 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 а теперь идите вверх и ждите пока перестанет двигаться а вот там где уже нет движения значит там уже нет этой височной мышцы нашли ее границы сверху теперь ищем ее границы сзади точно также живем пробираемся ага вот здесь уже не движется вот здесь она мне заканчивается хорошо и вы нашли до внизу бесполезно ее искать она тут еще височно нижний челюст челюстной сустав идет а впереди пануть а прямо граничит с наружной частью глазницы вот она есть все нашли что мы делаем что мы делаем мы идем прорабатываем эту мышцу прямо от глазика назад 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 сначала работаем вертикальных спокойно никуда не торопитесь просто следите идите за моим за моим голосом значит мы сейчас возьмем с вами вот этот вертикаль что я делаю я беру защит в области глазницы так чтобы вместе с костью но кость очень быстро выскакивать и выскакивает и точно такой же защит беру выше пальчики у меня целуются пальчики у меня уточки они неразлучницы они всегда целуются где один пальчик то ли второй пачку взяла защит что у меня в защите кожа до мышца круговая мышца глаза до плетеная туда височная мышца поднимаем этот защит чуть чуть выше чуть чуть выше и делаем 20 очень меленьких зажмуривание поехали раз два три 4 5 6 легких меленьких зажмуривай раз два три 4 5 6 7 8 9 10 раз два три 4 5 6 7 8 9 я делаю 20 или пока запечет запекло или сделали 20 взяли и смотрите ничего не бросайте вот перекатиком перекати перекатиком вы взяли на пол сантиметра к наружу вертикальную складку вот она вертикальная складка взяли подняли ее вверх и продолжаем разговор 20 меленьких не надо сильно щурится но так чтобы вы чувствовали что у вас под руками движется мышца раз два три 4 5 6 7 8 9 10 раз два три 4 5 6 7 8 9 хорошо теперь идем еще перекатиком волосистую часть головы смотрите я здесь держу вертикаль всеми десятью пальцами четыре пальца здесь четыре пальца прям взяла складку складка у меня до костей черепа прям вертикаль взяла поднялась и выше и здесь если я буду моргать но уже не так работает попробуйте поэтому я здесь буду что жевать берете свою свое яблоко люблю это занятие на ешься и поехали живем что вы чувствуете вы чувствуете что под вашими руками перекатывается мышца она становится топ плотная как резина то куда-то исчезает теперь перебрались еще перекатиком волосистую часть головы то есть мы обходим всю эту мышцу вертикально вертикальными вот я схватилась смотрите я хватаюсь прям до кости я хочу взять складку эту мышцу ну кожа ну просто извините она мне попадается но я в целом хочу взять прям мышечную складку понятно что берется плохо но ничего страшного взяли приподняли вверх откусили персик у меня что надо и слушаем себя как она там работает идем еще глубже смотрите я иду так глубоко чтобы у меня еще ощущалось движение да сейчас откушу это мне неудобно хорошо старайтесь браться там где работает может быть вы зашли на территорию где не работает уходите оттуда и идите например вертикаль возьмите немножечко выше того места где мы начинали тут тоже височная зона височная мышца здесь работает хорошо все вертикали мы с вами разобрали теперь разбираем горизонтали но если вы внимательны вы сразу увидите что краснота пошла что прям жаром все пышет ну ладно не буду вам подсказывать вы меня потом сами расскажите теперь берем горизонтали горизонтали берем 1 над ухом и выше потом идем выше и ближе к лицу выше и ближе к лицу и обходим горизонтальными всю интересующую нас зону поехали взяли горизонталь чувствуете как она работает перебрались выше и ближе к лицу подымайте горизонталь вверх еще выше подымайте вверх и идите там где работает стараясь хотя бы на пол миллиметра эту складочку сдвинуть вверх замечаете что работа приходится на тот момент когда вы продавливаете ваши яблоко зубами поэтому виртуальный объект не подходит для этого мероприятия хорошо а теперь нам нужно убрать ткани которые с виском вместе упали на наше лицо убрать куда я не стала вам показывать эту височную мышцу но ее волокна их лежат вот таким вот образом вот так и мы их должны убрать вверх и назад вот туда для этого мы работаем сейчас диагонали 1 диагональ подкрутили вверх 2 диагональ убрали все с лица еще 3 убрали и так далее ну допустим у нас будет 5 диагонали поехали диагональ взяли взяли подняли выше если закончилась яблоко дожевываем еще и еще выше хорошо теперь берем себя за пателки за волосики вы туда назад прям хорошо так за корешки взяли и назад вот а здесь мы делаем такое пропиливание я пилю вправо влево вправо влево но всегда стремлюсь вверх туда вверх моем случае вверх и назад то есть делаю такую это дело я люблю это дело я люблю все на свете я пропилюю вот и прям своими ручками пупочками пальцев прям по черепу раскатывайте по черепу вашу височную мышцу и при этом постоянно спор провоцируйте ее встать на более высокое место расположение вот так и еще разочек пропилим давайте пилим 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 все вверх мы просто растряхиваем ткань но мы стремимся раскатать по височной кости височную мышцу может вы почувствуете что на болючая какая-то проснувшаяся и закрепить ее в более высоком положении есть а теперь внимание сразу смотрите я работала с этой стороны я не знаю с какой вы работали смотрите какие есть результаты и сдвиги вы смотрите на себе а я смотрю на себе поехали кто что видит поехали какие результаты какие сдвиги результату он моментальный кто делал быстренько 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 результат можно считывать в двух направлениях первое направление что я вижу в зеркале поэтому ко мне все девочки ходят зеркалами а второе направление закрываю глаза и что я чувствую это называется по ощущениям угол глаза поднялся причем какой угол наружный а если наружный уголок глаза чуть-чуть приподнялся соня то это что значит это значит что верхняя века она более расправленная что бровь поднялась вот соня мне подсказывает то делать мало вот делать это не за 30 процентов главное отследить результат по что если вы видите что результат моментальный вы будете делать и вы будете развивать этот результат все больше и больше открылся угол глаз гусиные лапы смотрите гусиные лапы с одной стороны гусиные лапы с другой стороны у меня у меня покраснение щеки это не просто покраснение щеки девушки у кого тоже просто покраснение щеки это мы кровь во всю височную мышцу пустили и даже хватило еще щеке это самая крутая косметика которую только можно придумать это не потому что я здесь пальцами лазила а потому что мы сдвинули ткани в сторону оптимального кровоснабжения и если вы замечаете у вас нормальный красивый румянец сейчас появляется это лучше чем любое косметическое средство ваши капилляры сейчас открылись и пропускают живительную влагу вот у кого вздулись вены вот здесь у кого вздулись вены это значит что вы были эффективны вы по артериальным стволам в кровеносных капиллярную сеть дали приток артериальной крови клеточки которыми вы сейчас активно поработали разобрали все что им надо и выплюнули все что им не надо и наполнились венозные сосуды наполнились чем углекислым газом метаболитами и теперь вот эти какашки оттекают и вы видите что вены вздулись окей то жар слева жар если закрыть глаза это не только жар но еще есть ощущение что что-то куда-то тянет что и куда все горит как будто каркас создался так я сохраняю сохраняю 4 минуты осталось девушки смотрите на носогубку смотрите возможно носогубка со стороны обработки стала более горизонтальной гляньте это может быть может не быть посмотрите на угол рта возможно он по-другому себя чувствует либо он выше стал раньше смотрел вниз а сейчас повыше стал либо эта сторона сторона обработки длиннее рот и посмотрите на брыльку возможно она легче облегчилась с этой стороны возможно возможно покраснела щека но не могла взяться нормально на голове нет кожи что что ли да это понимаете если отключить нормальное кровоснабжение то не то чтобы кожи нет она есть но она вся при атрофичном состоянии а мы должны противодействовать если конечно хотим выглядеть замечательно так вены вздулись значит были эффективны не поняла что делала просто держать и жевать мы берем складочку подымаем ее как можно лучше и даем мышечную активацию живем что происходит в это время с мышцей она работает мы и даем мышечную активацию соответственно к ней приходит кровоток мышца берет из кровотока все что нужно перестраивается отдает все ненужное и если это делать ну хотя бы через день то вы получите совершенно другой рост волос в этом направлении да вы в этой части и вы получите миндалевидный глазик у вас уйдет вот такое вот выражение с лица вот такую так как ткани все уйдут на свои места вы просветлеете и кровоснабжение везде на лице улучшится возьмите себя сейчас за виски и отведите назад и посмотрите как должно быть как должны работать ваши ваши ткани так да мы за за убираем залипание паневроза все точно и а и и и и и и и